К сожалению, участников тех драматических событий с каждым годом становится все меньше и меньше. Ветеран Сергей Петрович Лобиков – один из тех, кто встал на защиту нашей с вами Родины совсем юным 17-летним парнем. А сколько вам лет было, когда началась война? Ну, я пошел уже, в бой пошли мы 17,5 лет. В бой уже пошел? Да. А до боли где вы были? А немножко подучили. А где? В Уфе, в станции Алкино. А кем вы были? А? Кем вы были? Ну, я пулеметчиком был. И Фреда, звание Фреда, нам присвоили на фронт. Это какой год был? Это был 44-й год, май месяц. А куда вы попали? На Карельский фронт, бывший Енивератский. Ночи в окопах, обстрелы и бомбежки, контузии, ранения, смерть товарищей, мужество, долг. В чем-то история участников Великой Отечественной войны очень похожа, одна на другую. После господи, после ранений, в зенитную артиллерию попал. И тоже стал пулеметчиком, крупнокалиберный пулемет по самолетам. Тут, значит, наземный, а тут самолетом. Альский, Гурманс приехали через Кольский залив. И горы Северодинска разгрузились и в Заполярье. Ну, там был аэродром, там охраняли. Кукурузник мы их призывали. Все они прошли через самое страшное и остались живы. Страшно было? Страшно. Интересно страшно. Ну, как страшно? Не вопиленно. Там должен быть вперед. И все, что? Если убегать его, либо он тебя убьет. Пулеметом. Кроме воспоминаний, у ветеранов остались ордена и медали. И за каждой наградой своя история. Потом, что закончились, оттуда нас тронули обратно. У нас такой полк механизированный. Свои машины были. И все там. В общем, его подонат туда и посылали. Оттуда вот, аж в Заполярье, от Норвегии, обратным путем. На Кольской заливе, через Мурманск и в Варшаву. От Варшавы 45 километров стояли. Наши бомбировщики летали бомбить. И Берлин, и все города, где засели не было. На их долю выпали страшные испытания. Были у вас кто-то, кто струсил, кто испугался? Нет, таких не было. Мы даже перефорсировали. Все перефорсировали. Хорошо, что я на пароме работал до войны. Быстро плот сделал, пулемет поставил. Длинные четыре года войны и долгожданная победа, до которой дошли не все. Да, победу встретили около Варшавы. А к Варшаву 30-35 километров победу встретили. А когда вы узнали? 8 мая или все-таки 9? Ну, мы раньше узнали. Летчики прилетали, говорили нам, вот, 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 все, все. Именно поэтому для нашего народа День Победы является праздником воинской славы. Отмечаем мы его со слезами на глазах. Что, как вы тогда вот ее отметили? По килограммам сахара нам дали даже. Жуков, там жуков были. Ну, встретили, как положено. Когда вы пришли домой? Домой? В 48-м году. Чтобы снова не повторилось такой беды, главным долгом перед ветеранами для сегодняшнего поколения помнить всем, от мала до велика, об этом великом подвиге и благодарить их за подаренную нам жизнь. Надо воспитывать молодежь. А не так, как вообще. Как бы не было страшно от воспоминаний ветеранов, от которых пронзает дрожь и наворачиваются слезы на глазах, это наша история, и ее забывать нельзя. Сегодня с волнением мы обращаемся к событиям того времени, склоняем голову перед светлой памятью павших и отдаем дань уважения героям войны. Но главное для ветеранов не подарки и цветы, которые мы им вручаем, а внимания и отношения. Может, если бы нам всем удалось хоть на немного побывать в прошлом, мы чаще бы вспоминали и говорили добрые слова тем, кому пришлось пережить войну со всеми ее ужасами. На их молодость, на их жизнь выпало очень много испытаний, горя и трудностей, таких, что нам сейчас, к счастью, и не понять. Будем жить, будем помнить, будем гордиться.